Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Находилась с мужем в браке 5 лет. Начала понимание, что отношения себя исчерпали. Живём не как к супруге, а как к соседям. Можем идти целый день и общаться, общих хобби нет. Раньше ведь были. Плюс муж стал придираться по любому поводу, хотя раньше такого за ним не замечал. Сперва думала, что любовница на горизонте, но нет. Не могу понять, что произошло. Знакомые говорят, что у многих появилась раздражительность из-за ситуации с ковидными ограничениями и так далее. Предлагалось ходить к семейному психологу, но это предложение сразу воспринимается с агрессией. Разводиться не хочу. Как быть? Ну, если вы не хотите разводиться, то, по-видимому, какой-то потенциал остался. То есть, я имею в виду, что остались чувства к мужу, возможно, у вас. Но, возможно, и другая ситуация. Возможно, что вы не хотите разводиться из практических соображений. Вот. И это, конечно, очень важно рассмотреть и отделить друг от друга. Потому что, если вы не хотите разводиться, например, из практических соображений, то это одно. Но, если вы не хотите разводиться из, например, ну вот, допустим, да, из своих чувств, то есть именно вот из тех чувств, которые у вас есть, то это другое. Вот. Потому что, если это чувство, допустим, если это чувство, то какого рода это чувство? Ну, я имею в виду вот то, что, то что вы ощущаете к своему мужу, да, то, что вы чувствуете к нему, вот. То есть, вот это все довольно важно, как мне кажется. И, на мой взгляд, после, допустим, того, как вы, например, сами для себя поймете, к примеру, что у вас за чувства к своему супругу, да? То есть, что это за чувства, ну, конкретно. Ну, вот. Я думаю, что уже тогда можно будет что-то решать. и как-то вот с вашим мужем общаться и, как бы, доносить до него, например, то, что... Вы... Ну, что-то вы хотите. Вот. Понимаете, да? Кайфбук. Вы пишите о том, что ранее у вас были хобби, вот, а сейчас их нет. То есть, они куда-то исчезли, да, они куда-то испарились, получается. Вот. То есть, как-то, как-то вот все это вот сошло на нет. Опять же, я не думаю, что подобное произошло, что называется, само собой. То есть, я думаю, что это случилось, ну, в результате определенных изменений. И в какой-то, в какой-то момент, как мне кажется, в какой-то момент, вы просто перестали, что называется, со своим мужем общаться, разговаривать по дужам. То есть, вы перестали взаимодействовать, то есть, изменилась модель коммуникации. Вот. И, как мне кажется, как мне видится, вот это вот и нужно, в первую очередь, в первую очередь скорректировать. То есть, когда, скажем так, начались подобные изменения. То есть, когда началось вот это вот изменение у вас, то вот то, что вы, ну вот, начали, грубо говоря, по-другому коммуницироваться. То есть, доверие было, коммуникация была, вот, общие хобби, увлечения были, вот, а потом, как-то вот резко, ну, резко, по вашим словам, все это исчезло. Вот. То есть, ну, так, на мой взгляд, конечно, не бывает. Ещё один важный момент, по моему мнению, заключается в том, что вы подумали сразу, что у мужа вашего есть любовница. То есть, вот, это вот, как бы, такая позиция, да, что тут вот, не во мне дело, да, вот, а, в общем-то, дело в мой взгляд, в мой взгляд любовница. Понимаете, да, если бы любовница на самом деле была, вот, то, как мне кажется, это мало бы что изменило. В смысле, в смысле того, что ваш кризис, он, вот, как, как, ну, как был, да, он так и, в принципе, оставался бы, то есть, он в этом смысле, вот, вообще, ну, никуда бы, никуда бы не ушёл. Ну, любовница, да, вот, просто, ну, ещё один виток этого, этого кризиса и всё, в принципе. Вот. То есть, это нужно понять. Ну, с кризисом сталкиваются много, много пары, и вот, посмотреть можно здесь, как вариант на то, чем увлекается сейчас ваш супруг, да, то, что ему нравится. Чем он, условно говоря, сейчас живёт, вот, вы можете посмотреть на это и, соответственно, как-то, вот, соотнести с тем, чем, чем, чем живу я, да, то есть, вот, ну, условно говоря, мне это, как вообще это, интересно что, или нет. Вот, вот, потому что, ну, вполне может быть такая история, что вы, ну, вы действительно изменились, вполне может быть такая история, что вы действительно поменялись, вполне может быть такая история, что, ну, отношения действительно себя, себя исчерпаны. Такое бывает. То есть, прожили, поняли, что разные люди, прожили, поняли, что изменились, как бы, ну, настолько, что в итоге больше не попадет. Так бывает. Это нормально. Вот. Да, обидно немножко. Ну, то, насколько обидно, в принципе-то, я зависть уже от человека, я бы не стал, конечно, как-то оценивать это, ну, обидно, конечно. Обидно, безусловно, обидно, что, вот, произойти подобное могло из-за каких-то внешних аспектов, да, то есть, коронавирусная инфекция и так далее, это действительно обидно. Вот. Но тут, опять же, важно понимать, что если изменения произошли, то они, как бы, ну, в принципе, то есть, если изменения начались, вот, то они, наверное, уже так или иначе были бы, эти изменения. Вот. то есть, как бы, вне зависимости от того, в этом смысле, что на них, ну, повлияло, да. вот, поэтому, тут, 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 как мне кажется, есть, есть вот такой момент, на который в любом случае нужно обратить внимание, то есть, это как полностью изменение. Вот. При этом обратите внимание на свои изменения, которые произошли у вас. Вот. Обратите внимание на свои изменения, которые с вами произошли. и обратите внимание на то, как вы об этих изменениях, да, например, ну вот, скажем так, своему мужу донесли. То есть, вот, обратите, пожалуйста, на это внимание. Потому что, если вы изменились, да, ну вот, что-то поменялось, да, а вы, например, об этом как-то вот своему супругу-то не сказали, например, вот, как-то не обговорили, не обсудили этот момент, вот, то, в целом, ну, естественно, в целом будут какие-то накладки. Вот. Потому что, ну, люди, вот, люди, они вот так относятся к каким-то изменениям, если, ну, если об этом не говорить. Ну, с людьми, если об этом не говорить. Вот. Поэтому, да, это вне всякого сомнения неприятно, это вне всякого сомнения. Печально, вот, но, как бы это, в принципе, естественно. Вот. Что касается придирок, кстати, то, ну, как вы, наверное, сами догадываетесь, да, что придирки – это что-то такое? Это злость. Придирки – это агрессия. Вот. Агрессия – это, ну, тревога, страх. Вот. Вот. То есть, опять же, да, вот опять же, какой здесь момент-то есть? Что-то поменялось, да, вот, ну, то есть, вот, ну, допустим, вкусы мои изменились, да, там, предпочтения мои изменились, там, что-то ещё изменилось, вот. Вот. А сказать тебе об этом я не могу. А мы-то знаем, что ты, что ты это, ну, не прим. Ну, и для меня, для меня в этой ситуации лучше, лучше, если я вот к тебе как раз придираюсь, как бы. Нет. То есть, это способ, это способ обратиться прямо с какой-то, ну, эмоцией, да, с каким-то чувством. Вот. Вопрос заключается только в том, что это за чувство, какое оно, это чувство, что оно из себя представляет, это чувство. Вот. А опять же, об этом, эм, можно говорить, эм, только если, вот, эм, освоить навыки, навыки, э, такого, э, ну, конструктивного общения. Вот. Только в этом, э, случае, только в этом, э, ключе, можно, там, ну, условно говоря, э, э, что-то, что-то выяснить, да, и, и, вот, э, ну, к чему-то, к чему-то прийти. А, вот. В оперативном случае мы имеем, там, по большому, по большому, э, счету, вот, э, просто, э, замкнутый круг, вот, ну, хождение по кругу, там, и так далее, вот, ну, по сути. Ну, вот, э, это неприятно. Вот. Вся эта, вся эта история, она, она, знаете ли, неприятна. Вот. Вот. Но, решать это как-то, как-то надо. Ну, на мой, э, на мой взгляд, по крайней, по крайней мере. Вот. Как-то, как-то так. А, еще я бы сказал, э, что, вы, э, своему, э, мужу, вполне можете, вот, опять же, спросить у него, э, вот, обижен ли он, там, допустим, э, ну, за что-то на вас, да, то есть, вот, если он придирается, значит, ну, может быть, у него нет, э, 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 там, возможности, э, сказать вам, э, э, прямо о, о том, о том, э, что он чувствует. Да? Да? К примеру. Ну, нет, нет, вот, возможности такой у человека, э, сказать вам, вот, прямо то, что, то, что он ощущает. Вот. Э, э, и вот, э, как бы вам, э, здесь, э, на мой взгляд, нужно ему помочь, да, и, э, спросить у него, что, вот, э, 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 его беспокоит, например, что его тревожит, например, если тревожит, если тревожит, если тревожит, и так далее. И, самостоятельно, рассказать тоже, сказать, чего бы вы хотели. От него имеется в виду, конечно же. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. За помощью вам она пригодится.